Давайте проведем быстрый тест на возраст. Если вы знаете, что это за квадратный кусок пластмассы, то, должно быть, пользовались компьютером в 90-е годы. Бинго! Это дискета, древний предок, облако и флеш-накопителей. Первая дискета была изобретена в компании IBM в 60-х годах прошлого века и могла хранить большие объемы данных, до 360 килобайт. На английском дискета называется flop disk, потому что первоначально дискета обладала гибкой оболочкой из тонкого пластика. Однако вскоре ее заменил более жесткий корпус. После того, как вы вставите дискету в дисковод компьютера, она будет использовать головку чтения или записи для магнитного кодирования данных на поверхности диска в виде крошечных магнитных точек. Эти точки представляют собой двоичный код — язык компьютера. Когда нужно было получить доступ к данным, головка чтения или записи сканировала поверхность диска и переводила магнитные точки обратно в файл. Хотя ее максимальная емкость составляет менее 3 мегабайт, дискета используется и сегодня, и не только в качестве значка «Сохранить на вашем ноутбуке». Дискеты до сих пор используют в некоторых самолетах, например, в Boeing 747-400, для хранения и передачи данных. Программное обеспечение, используемое на борту, довольно старое и несовместимо с современными устройствами хранения данных, поэтому нет другого выхода, кроме как полагаться на дискеты. Некоторые отрасли вынуждены поступать так же, поскольку их оборудование тоже осталось в прошлом. Поэтому до сих пор можно найти службы, которые покупают ненужные дискеты и продают их после очистки. Дискеты имеют много общего с кассетой. Они обе имеют тонкое пластиковое основание, позволяют мгновенно записывать информацию, могут использоваться многократно и стоят недорого. Именно по этой причине кассеты используются до сих пор. Еще в 2016 году журнал Rolling Stone опубликовал интервью с владельцем National Audio Company, производителя кассет, продававшего около 100 тысяч штук в день. Они получали заказы от самых разных исполнителей. Можно было даже купить альбом Джастина Бибера на кассете. Причиной популярности кассет является не только небольшая цена, но и их ретровибрация. Пейджеры. Изобретение середины 20 века, которое впервые пригодилось врачам в районе Нью-Йорка. Они платили за эту услугу 12 долларов в месяц и принимали сообщения на расстоянии 40 километров от единственной передающей вышки. Маленький мессенджер стал невероятно популярен в 80-е и 90-е годы. Если вы пропустили его звуковой сигнал, то он все еще здесь. Здесь используется парамедиками, врачами и экипажами спасательных шлюпок. Пейджеры могут работать от одной зарядки дольше, чем хорошо знакомые нам аккумуляторы смартфонов. Эти гаджеты способны выдержать удар, что делает их идеальными для тех, кто работает в тяжелых условиях. Кроме того, они гораздо проще в использовании по сравнению с модными смартфонами, что является спасением для пожилых людей. А вместо того, чтобы полагаться на вышки сотовой связи, пейджеры используют для передачи сообщений старый добрый FM-радиосигнал. Это делает их очень надежными, особенно в зонах, где нет Wi-Fi или телефонной сети, например, в сельской местности или глуши. Так любители наблюдать за птицами в Великобритании с помощью пейджеров получают оперативную информацию о редких птицах. Пожалуй, самый древний гаджет в мире – абакус. Используется до сих пор. Первая его версия датируется 2400 годами до нашей эры. В Вавилоне использовали плоский камень, покрытый песком или пылью. Они рисовали на песке слова и буквы, а позже добавили цифры и камешки, чтобы производить расчеты. На протяжении веков в разных странах мира создавались местные версии этого гаджета. От Египта и Греции до Индии, Японии и Америки. И в 21 веке миллионы людей из этих и других культур по-прежнему пользуются абакусом. Одна из главных причин, почему так происходит, заключается в том, что абакус не зависит от электричества и является очень дешевым по сравнению с современными гаджетами. Это отличный инструмент для обучения математике молодого поколения, поскольку он интуитивно понятен. Вы не должны заучивать бесконечные таблицы умножения. Все перед глазами. В некоторых случаях абакус действительно может опережать калькулятор. На этом древнем устройстве можно вводить числа быстрее, чем на калькуляторе, но для более сложных математических задач, таких как деление или возведение в куб, он все же медленнее. Еще в 19 веке шотландец Александр Бейн решил найти способ передавать по проводам не только сигналы, но и изображения. Он был часовщиком, поэтому хорошо разбирался в механизмах и придумал так называемый химический телеграф. Он использовал электрические сигналы, которые уже посылали телеграфисты. Эти сигналы проходили через специальный вид бумаги, пропитанный химическим веществом. Когда сигналы попадали на бумагу, химикат испарялся, оставляя после себя знаки азбуки Морзе. Так Бейн изобрел дедушку современного фоксимильного аппарата еще до появления телефона. Потомок этой технологии до сих пор используется в большинстве американских больниц. У них, конечно, уже есть цифровые записи, но они не делятся ими с другими учреждениями в одной огромной цифровой базе данных. Поэтому, когда им нужно передать данные о пациенте, они делают это по старинке. Распечатывают, скажем, результаты УЗИ, а затем отправляют их с помощью фоксимильного аппарата. Это работает и для разных отделений одной больницы. Поскольку многие молодые сотрудники даже не видели фоксимильного аппарата в реальной жизни, этот процесс не всегда проходит гладко и быстро. Прежде чем что-то отправится в космос, оно проходит множество тестов. Так исследователи убеждаются в том, что их изобретение способно выдержать космическую радиацию. Но большинство высокотехнологичных устройств, которые сейчас парят среди звезд, были разработаны более 10 лет назад. Все спутники и космические гаджеты, как правило, серьезно отстают от новейших технологий. Ваш смартфон, вероятно, более современен, чем марсоход Curiosity и следующий Марс. Он работает на процессоре, который был еще в маках конца 90-х годов. Причина в том, что космическое оборудование должно быть очень надежным, поэтому в нем используются проверенные временем компоненты. Чувствуете ностальгические мурашки, когда слышите звук подключения компьютера к интернету по телефонной линии? Если вы не понимаете, о чем я говорю, то это коммутируемое соединение с помощью модема, которое является как бы мостом между вашим компьютером и телефонной линией. Когда люди раньше хотели выйти в интернет, их компьютер набирал специальный номер, предоставленный интернет-провайдером. Этот номер вел нас с сервера компании. Соединение было намного медленнее, чем то, к которому мы привыкли сегодня, и издавало определенный звук. Миллионы людей только в Америке до сих пор пользуются этой технологией для доступа в интернет. Они вынуждены это делать, поскольку во многих сельских районах просто нет другого выбора. Один из тех компьютеров из учебников истории, которые занимают целую комнату, до сих пор активно работает в офисе компании, занимающейся фильтрацией воды Sparkle Filters в Техасе. Это IBM 1948 года без памяти, и для вычислений он использует перфокарты. Скорость считывания перфокарт составляет от 80 до 150 в минуту. Кроме того, программы должны быть физически подключены к платам. После выполнения каждого задания необходимо выключить программу. В качестве программного обеспечения компьютер использует программу MOCOS, которая существует с 1958 года и позволяет отслеживать контракты и платежи. За прошедшие годы MOCOS несколько раз обновлялась, например, получила доступ к зеленому экрану, который вы могли видеть в банках или авиакомпаниях. Были добавлены и другие элементы, в том числе новые интерфейсы, чтобы программа работала дольше, чем можно себе представить. Компьютер первого поколения до сих пор обрабатывает около 3 триллионов долларов США по 340 тысячам контрактов. Были мысли о его замене, но стоимость оказалась слишком высокой.